всем огромнейший фото привет приготовили телефоны и правильно так как сегодня мы с вами создадим крутое и эпичное слайд-шоу из ваших лучших фотографий для stories instagram а для этого нам понадобится только телефон и больше ничего никаких компьютеров windows и прочего прочего а сейчас используем чудо монтажа заглянем в будущее и посмотрим что у нас с вами получится понравилось тогда сейчас будем делать с тобой то же самое а пока поставь лайк подпишись если не подписан так как только здесь тебя научат делать всякие крутые вещи для твоих фотографий твоего инстаграма и в помощь твоему творчеству а теперь поехали и так для начала тебе нужно установить вот такую вот программку in shot и конечно же мы с вами будем использовать бесплатную версию которая не требует ни регистрации не ввода данных карты ничего приготовь 15 лучших твоих фотографий желательно вертикальных соотношением 9 на 16 и так приступим открываем программу in shot кликаем на значок видео кликаем на закладку фото теперь давайте посмотрим чтобы у нас похожие фотографии не шли друг за другом ту фотографию которую мы кликнем 1 она в 1 и в нашем ролике слайд-шоу и будет кликаем галку и так внизу у нас timeline вы можете его промотать обратите внимание что наш ролик сейчас на минуту 15 общего времени первым делом что мы с вами сделаем это избавимся от водяного знака который находится в нижнем правом углу ролика кликаем на водяной знак нам предлагают бесплатно снять эта функция бесплатно кликаем программа берет какое-то время на обдумывание потом предлагает как правило нам рекламу которую мы можем скрыть и все смотрим в правый нижний угол водяного знака нет отлично если у тебя как у меня фотографии не в соотношении 9 на 16 а у меня они 4 на 5 именно в таком соотношении готовил их для размещения в инстаграм в этом тоже нет ничего страшного кликаем на значок холст теперь выбираем пропорцию 9 на 16 здесь правда стоит тик ток но это неважно для stories instagram это тоже пойдет кликаем галочку теперь кликаем слева кнопочку полная снимок заполняется на весь экран и для того чтобы эти настройки применились ко всем 15 фотографиям необходимо кликнуть на левую двойную галочку нам предлагается применить ко всему мы нажимаем на этот стикер все теперь каждая фотография в нашем ролике размещена на весь экран далее что нам необходимо сделать необходимо сократить наша слайд-шоу до 15 секунд листаем настройки немного вправо находим здесь скорость сейчас показывает скорость отображения каждой фотографии выбираем одну секунду и кликаем слева на двойную галочку применить ко всем отлично применяем ко всему видеоролику смотрим в нижний правый угол которым мы видим что теперь длина ролика 15 секунд давайте проиграем его и посмотрим что получилось кликнув на экран мы можем остановить ролик если подвигаем нижнюю полоску то мы можем вернуться в начало или установить любой фрагмент как это работает вы поняли далее на каждом снимке я хочу разместить слово на каждой фотографии будет свое слово и вместе в итоге будет складываться одно единое предложение один единый призыв один единый лозунг итак поехали устанавливаем таймлайн в начало ролика кликаем кнопочку т соответственно этот текст пишу первое слово клуб на цветовой круг я могу выбрать цвет моего текста могу также поменять сам шрифт но учтите что как правило этот шрифт он действует на английский текст на русском такого красивого эффекта не будет я оставлю тот шрифт который у меня стоял по умолчанию вы можете поэкспериментировать далее мы двойным кликом можем этот текст уменьшить расширить и поставить его в нужное место я пропустил одну букву добавлю выберу все-таки шрифт немного пожирнее пожалуй вот этот кликаю галочку теперь смотрим на таймлайн у нас появилась зеленая планочка над нашим изображением это как раз наш текст как вы видите по бокам треугольные стрелки и нам необходимо этот текст подвинуть до уровня нашего первого снимка чтобы он начинался в начале проигрывания первого снимка им же и заканчивался первым снимком потому что на втором снимке соответственно будет второе слово и так я стрелками подгоняю этот текст если вы хотите чтобы ваша планка с текстом была на 2 или на три фотографии вы соответственно можете также раздвинуть кликаю галочку перехожу ко второму изображению текст t плюс добавить текст пишу следующее слово великую галочку выставляю в нужное место внизу также подгоняю под время воспроизведения у кого толстые пальцы вам придется худо кликаем галочку переходим к следующему изображению и делаем все то же самое добавляем текст делаем планочку по ширине кадра теперь я вам покажу один маленький фокус нажимаем кнопочку редактировать смотрим справа возле шрифта обозначенного буквой а находится такая движущаяся . кликаем на нее и теперь у вас есть возможность анимировать этот текст то есть сделать например его вот таким вот дергающимся или чтобы он вот так вот покачивался я остановлюсь вот на этом варианте вы дальше поизучаете и выберите тот эффект который вам нравится теперь учитываем тот фактор что длина проигрывания каждой фотографии всего лишь одна секунда поэтому нам нужно сократить время нашего эффекта и вот здесь есть два ползунка давайте мы сделаем его вот таким вот теперь в одну секунду он будет успевать показывать свой эффект кликаем галочку далее вы сюда же на каждый слайд можете добавить стикер виде какого-либо смайлика или фотоаппарата сейчас представлены бесплатные стикеры здесь можно также и качнуть платных давайте я добавлю вот этот стикер суда сделаю его немного поменьше клику галочку клику галочку отлично теперь я рассказал тебе о всех бесплатных функциях при работе с текстом или со стикерами и теперь по образу и подобию ты делай надписи над каждой фотографией ну или одну надпись на несколько фотографий как тебе нравится так друзья теперь смотрите как вам правильно подгонять текст видите белую планку вот эту планку вы можете подогнать именно к переходу между одной фотографией другой вот здесь должен заканчиваться мой текст и мне его очень трудно подогнать фотографии сейчас у меня неактивный чтобы активировать текст нужно кнуть на эту планочку с текстом и раздвинуть его вот здесь текст у меня будет заканчиваться все если я кликну еще раз режим корректировки схлопнулся когда режим корректировки закрыт я могу удерживая эту планку передвинуть ее в любое место чтобы сделать например как вот в этом случае одно слово у меня размещено на одной фотографии одно слово на 2 это как раз за счет того что я перетянул одну планку наверх и раздвинул ее по ширине показа двух снимков еще когда вы применяете какой-то эффект он автоматически сохраняется и переходит к следующему тексту для того чтобы убрать эффект совсем например в конце я эффекта никакого не хочу я должен кликнуть на редактировать кликнуть опять на вот этот движущийся шарик и здесь поставить вот этот значок перечеркнутый знак противном случае но может быть вам это и нужно у вас эффект будет каждый раз повторяться от одного к слова к другому все с текстом я закончил кликаю галочку теперь конечно же здесь не хватает крутой динамичной музыки но может быть и какой-нибудь меланхоличный все зависит от вашего слайд-шоу в ютубе достаточно строго там нельзя использовать музыку без разрешения автора насколько знаю в инстаграме все гораздо попроще поэтому вы можете поставить сюда свою любимую мелодию но если вы делаете например что-то подобное будете выкладывать в youtube то посоветую вам один сайт который называется звуки про . ком здесь вы можете скачать абсолютно любую мелодию для монтажа видео прямо здесь вот можете так и набрать в поисковике музыка для заставки и он на выбор предлагается широкий ассортимент музыки без копирайта вы можете ее использовать в своих работах я музыку скачал заранее кстати с этого сайта и так возвращаемся к нашему ролику теперь нам соответственно сюда нужно добавить мелодию передвигаем timeline самое начало чтобы вот эта планка стояла в начале ролика теперь кликаем на кнопку музыка кликаем на значок песни плюс выбираем моя музыка здесь и зеленая активная кнопка открывать кликаем на нее через проводник выбираем музыку которую мы сохранили в удобном для нас месте я выбираю заранее заготовленную мелодию кликаю ok у нас на timeline добавилась еще и мелодия вот она но как вы видите она длиннее чем сам ролик нам ее нужно обрезать как делать обрезку в этой программе и так подводите линию курсор на конец ролика вот он здесь заканчивается теперь выбираете раскол у вас произошла обрезка и сейчас правая часть клипа который уходит уже за видеоряд она у нас выделена обведена вот такой вот белой каймой на просто необходимо кликнуть корзинку удалить всю наша мелодия обрезалась по окончании нашего изображения кликаем галочку но теперь воспроизводим и смотрим что у нас получилось итак друзья мои нам осталось сохранить видеоролик сохраняю я его со второй попытки потому что первый раз когда я сохранил в разрешении 1080p я не смог его загрузить на инстаграм но возможно в последнее время связи с такой ситуации инстаграм накладывает какие-то ограничения на видео высокого разрешения stories с разрешением 720p залетел в instagram замечательно скрываем рекламу ролик конвертируется выбираем instagram кликаем поделиться выбираем stories ну а дальше вы уже все знаете что делать и без меня уверен что видео тебе понравилось не забудь поставить лайк написать комментарий и репостнуть это видео мотивируй меня для создания следующего крутого ролика по мобильной обработке желаю тебе новых творческих высот и невероятных достижений фото и видео пока и до новых встреч мобильной обработке желаю вам Продолжение следует...